Йоу-йоу-йоу, всем peace! Это я, Шура Уткин, и мы продолжаем автомобильную тему. На этот раз всё гораздо интереснее, потому что сегодня я буду чинить Ярис так, как не делал этого никогда. Всё благодаря парням, про которых я даже снимаю небольшую короткометражку. Чуваки, такие молодые, заряженные, ковырятся своими руками в гаражах. Да, я прям ностальгирую по юности, проведённой в гаражах. Незабываемые ощущения. Кстати, привет, чуваки. Тёма, Лёха Заводчиков, Зыль, Будулай, Серёга Медведев. Там дохрена крутых чуваков с крутыми тачками, всем респект вам. Ну, а что же касается сегодняшней вечеринки. Вот эта штука в пакете, это пороги, потому что они сгнили у меня. Также сгнило немножко днище и какие-то крепления, каких-то трубок там, ручника, что-то ещё. Всё. В общем, будем сейчас всё чистить, варить, покрывать специальными материалами. И всё это в гараже самообслуживания. Попытаемся успеть за одни сутки, может быть, получится чуть дольше. А пока я еду в Леруа Мерлен, где парни заряженные просто по самые помидоры. Готовы будут закупиться со мной всем необходимым. Вот он, кладезь из мира самообслуживания. Леруа Мерлен. Ну, Максидом тоже классная тема. Где ещё можно встретить парней, как не в отделе электроинструмента? Йоу-йоу, чё, кого? Йоу, здорово. Выбираем товар для своей тачки. Щётки металлические. Декстер? Декстер, да. Спасает мир. Сейчас, подожди там, подешевле есть. Мужик хулиган. Можно было просто коробку с другой стороны выбрать. Слушай, ну это хорош, да? Вот так вот. Перчатки самые дешёвые. Перчатки самые дешёвые. Да, здесь самые дешёвые. А в конце результат... Кутро крутое. В конце результат дорогой. Есть, короче, вот такие под кисточку, вот они аэрозольные. От меня аэрозоль, вот на под кисточками. Литр её. О, вот, сын. Сема. Ну, она нормальная. Короче, здесь, по сути, чё вам сказать-то. Это, короче, всё в гаражах делается. Мастика, я могу ничего сказать. Это, походу, нихера не отличается. Можно взять, что это. Но здесь, типа, с цинком. Да, мне вот это... Это чем дороже стоит, как бы. А что тут ещё? Вот это обычное. Да, надо брать 540-580 рублей. Да, да, да. С битумным наполнителем написано. Вот, вот такую нам надо. С цинком, с цинком. Да, давайте её... А, килограммов. Такие есть, я покажу вам. Ну, пока как будто бы бюджетно получается, да? Так я тебе говорю, всё бюджетно. Мы сделаем бомбу. Мы сделаем бомбу? Не-не-не, ты что, нельзя на видео говоришь? Короче, техника безопасности вообще превыше всего. Поэтому не варимся, когда пшикаем. А то будет коктейль. Сначала варимся, потом пшикаем. Да, да, да. Это как будто рецепт какой-то нарковечеринки. Всё чётко. Едем в следующий магаз. Всё, следующий. Отправляйте ваши нюцы, кстати. Там написано. Отправляйте нюцы. Постоянно вы на таких люках паркуете? Почему? Не знаю, это у меня судьба. Типа, либо телефон выпадет, либо ключи. А, вот, Раша. Эпоксидная гнутовка. Для профессионального использования. Мы же профессионалы, правильно? Мы профессионалы. Мы профессионалы, да. Мы закупились, собственно, всеми необходимыми средствами для того, чтобы отпилить, зачистить и обработать поверхности. Ну, и сварить, естественно, тоже. Сварочник с собой. Типа, просто гараж самообслуживания, и всё. Всё, погнали. Встретимся в гараже. Вот такой бокс самообслуживания на Ладожской. Чё-то сами с руками или типа того называется. Будем в нём дикочиниться. Сейчас переоденемся, раскидаем вещи, и потом покажу вам, что делаем. Тут небольшой кусок инструмента. Тут небольшой кусок инструмента. Это содержимое моего багажника. Шведский номер. Аптечка. Серёгины ключи. И Серёгины ключи. Спасибо тебе, чувак. Респект. Чтобы начать ремонтные работы, надо разобрать салон и снять пол, потому что там ткани, всякие штучки, всё может загореться. Если через дырочку искорка попадёт, надо разобрать. Но, естественно, болты прикипели все. Ну, не все, а половина. Какие-то удалось сбить, какие-то удалось победить руками. Для некоторых приходится делать вот такое. Не то варим. Не то. То, но, типа, не то, да. Давай ещё раз. Что делаете, парни? Варим, варим. Сварочник Рисанто полуавтоматический. Покупается во всех магазинах города. А? Маску можно? Да. С маской-то удобнее? С маской, да, удобнее. Удобнее. Мы болты выкручиваем. А, да. Там это... Грани сетывались. Так ты вратарь, получается. Чистые галки. Да. Слушай, он прям хороший болт такой. Такое ощущение, что он с колёса. С колеса, да. С Сашиного. С Сашиного? Да. Почему с Сашиного? А, ну с Сашиного. Здесь сиденье. Нет сидений. О, щит, мэн. Бабка старая. Короче, вот самый прикол. А, ну понимаете, что тут ничего нет. Во второй порог влез в солом пальцы пыхают. Ого! Ииии! Как вы делаете? Оф, уф, 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 хорошо. Пользуюсь моментом. Заменим защиту Картера на композитную. Вот что это металлическая, видите, она вся ржавая. Там куча каких-то болтов, она вся тяжеленная. И купил композитную. Макс Драйв ту руку советовал. Сейчас все откручиваем, а? Поставим. Жесть! Ты не откручиваешь. Чтобы снять крылья, нужно снять бампер. Чтобы снять бампер, нужно оторвать два болта. Чтобы оторвать два болта, нужно лечь снизу. А потом вот такая картина. Вот. Все, здесь изи. А у вас как дела? Нормально. На мне очки мертвого деда друга Андрея. И это стиль. А вот он возвращается. Тут вот такие классные штуки. Здесь семья жуков. Короче, я отковырял все эти затычки, которые в этих порогах. Какие-то водоотводы. Там вода внутри. Ну, с той стороны. Так что надо их пилить, его целиком. И врезать просто новые. Ну, че, кого он? Чищаем все до металла. Смотрим, где че. Че надо вырезаем, че надо варим. И все. Через часиков пять будет готово. Наверное. Но это не точно. Да, но это не точно. А, хорошо. Время шесть часов вечера. Мы заполонили весь гараж. И все еще. Идут подготовительные работы. Перед тем, как начнется сварка. И это дико весело, оказывается. Это макушку припекает. Здесь вот была целая такая колба металлическая. Теперь здесь дыра, потому что ее все пришлось выковырить. Но дальше было интереснее. И я стал чистить вот эти трубки. И одна из них, которая очень похожа на это состояние. Она еще похожа. Она просто выпала и развалилась. Вот. Трубка резиновая. Она, ну, как бы, вот такая. Вот эта штука. Абсорбер. Типа угольный фильтр газов из бензобака. И он уже на несколько лет в состоянии трухи. Значит, надо его поменять. И приложить новые трубки. Адская дрочь. Сегодня был долгий день. Черт возьми. Это было с часу дня до... Сколько сейчас? 12-й час. 12-й час. Но мы сделали половину. 20-й пол 12-го. Сделали процентов 30. Ну, процентов 30, значит, завтра придется поднапрячься. Было круто. И сделать 70-й. Мы чистые благодаря нашему спонсору Чистик Экстрим. Типа едем. Мы едем. Чем, блядь? Чем, блядь? Смогу сна. В перерывах между ремонтом снимаю Глебу супер видосик сочный. Смотрите его по ссылке в описании. Смотрите его по ссылке в описании. Я так сильно люблю, обнимаю. И приходите ко мне в интернет и смотреть. Охуенный клепешник на писту сонный, блядь, паралич. Он скоро выйдет. С нами Юсен. Он снимает заебись охуенно. Так что зацените, что будет. Йоу-йоу-йоу. Вот мы снова в гараже самообслуживания. Ну, если вам понравился Глеб, подписывайтесь на него в социальных сетях. И все такое. Ну, он крутой. Пошел второй день ремонта порогов. О, господи, чтоб пороги были все хорошие. Чтоб сварка ложилась ровно. Чтоб болгарин не подвел нас в трудную минуту. Аминь. Работаем. Если вы думаете, что я когда-нибудь до этого пилил пороги, это не так. Йоу. Йоу. Что, ты делаешь кусочек крыла? Да. Да, ставлю на перед. Давай кусоножки. Камера покрылась слоем пепла механического. Симба. За первую сварку, за первые пороги. Четыре утра. А тут уже такая красота. Тут все замазано. Заварено. Вон толстенный еще, засранец такой у нас. Как вам такое? Короче, я решил повесить композитную защиту. Еще часа четыре и почти закончим. Телевизор. Вот тут все ровненько. И хорошо. Это новое крепление для защиты. Посмотрим, что с другой стороны. Опа. Тут он прям такой замятый весь. Потому что был бабах. И пришлось это крепление гнуть. И выбивать там долотом, зубилом какую-то ямочку. Чтоб застегнулось. В итоге застегнулось. Тут еще на телике был слой второй. Который сгнил. Ну, весь срезали нафиг. Теперь у нас одинарный. Крыло. Это пока еще родное. Вроде живое. А с этой стороны новодел. Вот такой. Вот такой вот. Проблема. А что там? Секции нет. Газа нету? Секции нету. Домой на машинах. Спокойно. Как называется эта технология? Эта технология называется «Завтра сделаю». Нормально будет. Завтра сделаю. Сегодня еще кушаю. Нормально будет, да? Ну-ка. Примерим. А, сразу же. А, деталь приберите. Да как влитой. Как дела? Нормально, че как у вас? Нормально, едем. Работу. О, ништяк. Я тоже. Рок. Два дня в гараже самообслуживания. Тут, на Ладожской. Просто изменили мою жизнь. Но мы ничего не доделали. Но скоро доделаем. Будет третий день. Может быть четвертый. Кто его знает. Пороги новые приварены. Почти до конца у нас кончился газ. У нас кончилось еще что-то. У нас сломался грунт. Еще какие-то проблемы. Это закисло. Это отвалилось, как обычно. Все трубочки какие-нибудь сломались. Еще что-то. Еще что-то чертов ступе. В общем, мы очень старались за два дня уложиться. Вот заехали вчера в три часа дня на второй день. Сейчас 6.36 утра. Мы выехали из гаража. Очень уставшие. Но было достаточно весело. Правда, не ребятам, которые в гараже. Они, оказывается, хотели спать, поехать. Но вот не состоялось это. Массивный ремонт произошел. И это хорошо. Я думаю, в третий заход я уже закуплю все новенькие, свеженькие болты. Клопы. Все это на медной смазочке. Все вычистим везде. Все усадим. Все помоем. Салон весь помоем. Естественно, разберем полностью. У нас там два болта закисло. Не смогли их оторвать. В итоге пришлось, не разбирая салон, варить. Было опасно. Загораживались картоном и целлофаном. Естественно, что еще может противостоять мощному брызгу искр, как не картон и целлофан. Самая лучшая противопожарная защита, если что, ребята, если вы не знали. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Понятное дело, какие мы молодцы все. Вот такие нужны комментарии. Другие даже читать не будем, потому что и так понятно, что мы стараемся. Мы стараемся делать хорошо. Пока что за два дня самообслуживание гараж нам обошелся в 7 тысяч рублей. Расходники нам обошлись в 3 тысячи рублей. Заготовки на пороге 4 тысячи рублей. Получается, ну, короче, 15 тысяч рублей. И два дня работы, как бы, человека часы там считать не буду. В общем, вот. А чтобы сделали в сервисе хорошо, это за порог, пожалуй, в Индополоша 30-чок, наверное. И то, если там вот прям мастер знакомый. Йоу-йоу-йоу, ну че, марлезонский балет продолжается. Третий день. Ждем очередь в гаражик. Андрюх пока меняет масло. Ёб твою мать. Без головки, хуёво, ну. Знаешь, без головки не идет ничего. Приходится на ножку. О, закрыли головку. В какую сторону откручиваем это? Чистенько так все. В смысле в какую? Иди сюда. Сумочки лежат. Пошел нахуй мир. Ой. Так, а у нас тут новенький баллон полный газа. Шлифмашинку закупили. Ну и всякие расходники. Дело за малым. Пороги. Пороги уже чувствуют себя прекрасно. Свершилось чудо. Салон снят. Значит, нужно снять пол. Значит, можно ворнуться как следует. Сейчас снимем пол, посмотрим, что там под ним. Вдруг он порос. Сейчас. Гордей, кстати, твоя кофта. Болтики вот эти никогда не покупайте. Они очень странные из этого. Из Кала Годзиллы прессованного сделаны. Японские чисто. Это парни. Они крутые, кстати. У нас тут автосервис организовывается на Приморской. Можно заказывать малярные. Сварочные. Сварочные. Гарочные. Да, как-то кузовные. Короче, любые типы работ. Парковка Максидома. Вы знаете, где искать. О! Е-е-е, это лоские. Просто лучший. Пошел пластик. Сейчас пойду все это мыть. Обожаю мыть, на самом деле. Хлебом не кормить, дай убраться. Вот это все прибраться. Добрый кола. Идеальное средство для чистки болтов. Ковер в самолет? С 2006 года. Это сколько? Семнадцать лет этот ковер никто не чистил. Пахнет француженкой, да? Подожди. Закипевшая ржавой француженкой. Такой, это, курящий, скрипящий голосом. Улевый кушевый кумас, и шла. Слушай, а может быть не будем снимать? Будем. А точно? Так, я что-то это, я напрягся, короче. Сейчас, сейчас, сейчас все увидишь. Ну да, тут влага была, как будто бы ее в болоте в каком-то притопили. Ну да, видишь, тут отверстики. Сейчас все, ну это я сейчас буду чистить и ковер, и полы. Да, вот эти, Кирюх, вытаскивай все. Жестко, жестко на полу, жестко. О, монеты, смотрите, там тоже монеты еще дофига. Мы можем пирожок купить в автомате. Монетки нашли в полу, кто-то катался в 2000... Седьмой, восемь. У меня десятый год тут есть. Ну где-то после десятого кто-то катался. Да, да, да. На лупы и гадай этой машины. Короче, да, прикольно. Монетки нам всегда нужны. Украинский принимают? Нет, нет. А прикинь прокатить? Сорок, шестьсот? Пока что нет. Шестьсот. Вот двадцать рублей еще. Вот еще восемьдесят. Вот пятнадцать. Энергоз восемьдесят стоит. Да? Может туда просто накидать. Вот еще пять рублей. С салоном все плохо, но сейчас почистим. Сейчас почистим, все будет. Заделаем, запшикаем этим антикором, намажем, короче, всякую стукой, грунтом покроем. Поживет, поживет. Я думаю, там крутится, но еще нет. Варить вряд ли будем. О, ты нашел, как снимать? А тут фокус, что-то крутить надо? Ну вообще, да, давай погляну. Тут он должен быть вот так. Ага, вот да, супер. Типа пылесос такой, ты вздуваешь говно, а потом в воздухе дождь в него выстрелить, чтобы оно на улицу улетело. Иначе оно будет акцемпулировать. Нету тут воды, поэтому полирую пластик губочками. Вот у меня гора его. Какая-то сухая полироль. Что, мощная катка была. Короче, пластичек становится такой приятным на какое-то время. На какое-то время пахнет, по крайней мере, приятно. Ну уже, да, вот этот момент, когда какие-то полируешь детальки, уже такое ощущение, что все надо скоро собирать, будет красиво. Но на самом деле, там еще в салоне, ого, госпока, пидорить. Такого большого ремонта еще не было у этой машины с момента ее выхода с конвейера во Франции в 2006 году. Но всему свое время, и вот оно пришло. А парни нереально крутые, вы просто не представляете. Они мощь, мощь. Камера, кстати, тоже в говне. Ой, ну короче. Обшикаем ее. Аунпакинг шлифмашина дешманская. Они напиздели. По размеру то же самое. Оп, опа, все есть. Я себе. Ну, насчет всех я не знаю. 80. Да ты разве... Да нет, там до 800 или до 500 и все. Да, 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 вот. Да. Да? Да, тысячная даже есть. Тысячная. Ну, вообще как. Тут вот последняя щель изнутри. Так, штука. Раз, два, три, четыре. Танк. Где Ваня? Вот так вот надо делать. По-другому не надо делать. Надо вот так вот делать. Мажем льнище. Мастикой. С цинком. Мастика. Это очень важно. Чтобы она была с цинком. Надеюсь, что он там есть. Ну, короче, сейчас все будем в мастике. Вот так до. Вот это да. Во всем мире Blackface запретили. Но так они в автомобильном. Посмотрите. Почернел. Негропластика. Это то, что нам надо. Все на ютубе блог. Да. Немножко не ровно может быть. Зато крепко. Я очень устал. А я помылся чистиком. Пороги. Пороги. А вот это вот. Вот это вот. Ну вот. Думаю, это вышка. Это вышка. Прикольно. Так со стороны не посмотришь. Ну, да, это. Покрасим. Все покрасим. Все доделали, короче, что хотели. Было круто. Все было офигенно. Всем понравилось. Убирать больно? Все было офигенно. Всем понравилось. Еще продолжим. Как ты убирал ее? Продолжение следует...